Глава администрации Ноябрьска Жанна Белоцкая и депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий посетили спортивные объекты города. Вместе с ними на спортивных площадках побывала и наша съемочная группа. Благодаря подписанию совместного договора между муниципалитетом и нефтяниками в Ноябрьске возводятся все новые и новые объекты для массовых занятий спортом. Так сегодня ударными темпами идет строительство большого стадиона на территории детского парка. При этом проект претерпел изменения в лучшую сторону. Сейчас закупается специальное оборудование, которое позволит превращать зимой футбольное поле в ледовую арену для массовых катаний на коньках. Но и это еще не все. У нас планируется в этой части административно-бытовой корпус, который будет не только административный, но и предназначен для Центра боевых искусств. Двухэтажный или трехэтажный этот корпус и трибуны на 400 мест. То есть у нас будет такой стационарный хороший стадион, где мы сможем проводить мероприятия любого уровня. Остается добавить, что строительство стадиона будет завершено в 2014 году и он станет лучшим на Ямале. Высокая диригация посетила уже действующие спортивные площадки, на которых с утра до вечера не смолкают детские голоса. В ближайшем будущем таких площадок в городе будет 10. На всех объектах установлены или устанавливаются тренажеры и турники. А вскоре планируется закупить специальные вагончики для хранения и выдачи на прокат, спортинвентаря и формы. А впереди новые горизонты. Я очень жду Ледовый дворец здесь, в Ноябрьске. Я думаю, что вместе со мной его ждут не только я жду, но и все жители Ноябрьска, молодежь, по крайней мере. В Ингапуре, вы знаете, мы также делаем спортивный комплекс «Зенит» с плавательным бассейном. Я считаю, что, наверное, немало. Ну и, конечно, смотрим в будущее. Надеемся, что все, что мы делаем, мы сможем сделать. Кроме того, по инициативе депутата Сергея Белкея, правительство Тюменской области приняло решение выделить Ноябрьской с Дюстшор на приобретение спортивного инвентаря и формы почти 700 тысяч рублей. А в целом, благодаря конструктивному сотрудничеству компании «Газпромнефть» и администрации города, Ноябрьск превращается в настоящий спортивный оазис Ямала. Оксана Балуна, Артур Кабаневский, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Продолжение следует...